МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цель одних проектов информировать, других развлекать, а третьих помогать. Представить Хабар без его нынешнего многообразия невозможно. За 25 лет агентство сумело стать одним из лидеров медийного пространства. Наша аудитория может общаться с нами во всех социальных сетях, комментировать новые выпуски новостей, отправлять видео с места событий, участвовать в прямых эфирах со своими любимыми звездами сериалов. И мы стали ближе к зрителю. Это, безусловно, часть трансформации и адаптации к новым условиям. Первыми разработать новые программные продукты и первыми рассказать о том, что происходит в мире. Раньше, чем у других. Это девиз агентства. Появившись ровно четверть века назад на базе информационной службы казахского телевидения, Хабар прочно занял свою нишу. Наверное, все-таки вот эта респектабельность, то есть, так вот, скажем, можно сравнить, наверное, с таким, да, то есть, таким солидным пиджаком, то есть, в общем, вот такой вот дорогой. Это не кэжуал, да, то есть мы не можем там себе позволить какие-то ужинки, какие-то издевки, какой-то хайп, какую-то желтизну даже, да, то есть, Хабар – это всегда серьезно, это всегда солидно, это всегда проверенная информация, это всегда точная информация, да, то есть, и нам доверяют. Спустя четверть века Хабар остается верен своим традициям. В сетке вещания появился народный контроль. Целый проект ориентирован под нужды и потребности зрителя. Ну, остается немного времени у нас еще до времени прямого эфира. Буквально через 10 минут мы уже начнем. Хотел бы рассказать об самом проекте. Проект нов, но с этого сезона он запустился уже, даже чуть раньше, он запустился уже в новом формате, в отличном от того, который был до этого, ну, вместе со мной вместе. Сейчас у нас такой живой диалог на очень востребованные темы. Вообще, народный контроль – это уже бренд Хабара, он много лет выходит в эфире нашего канала, и главная его задача – помогать людям. То есть, есть обращения важные, есть обращения там по мелочи, да, то есть, именно то, что касается жизни людей, то, что касается жизни там большого количества людей, населенных пунктов, то есть, мы все это брали в работу, связывались с местными властями, пытались найти какие-то ответственные органы, да, то есть, и максимально старались помогать с решением проблем. У нас, естественно, есть сценарий, как у любой другой программы, но там больше импровизации. То есть, даже те гости, которые к нам приходят, они не знают заранее вопросов. А если даже и знают, то я не сторонник того, чтобы обсуждать те вопросы, которые мне написали на бумажке. Мы заходим в вторую студию. Как раз здесь сейчас идет прямой эфир новостей. Казахский выпуск. После казахского выпуска сразу будет мы. Ну, буквально через несколько минут. Здравствуйте. В эфире «Народный контроль». Меня зовут Сергей Гиргель. Здравствуйте. Ну, телеканал «Хабар» был и остается площадкой для обсуждения острых социальных проблем. Основным проводником государственной политики в стране. Но в свое время основой вещания телеканала «Хабар» являлись информационно-аналитические программы. Именно они сформировали «Хабар» в том виде, в котором мы видим его сейчас. Росло количество проектов, увеличивалась аудитория, а вместе с ней и ее предпочтения. Одним хотелось больше развлекательного контента, другим новостей. Так, в составе агентства появился круглосуточный информационный канал «24КЗ», который позже сменил свое имя на «Хабар-24». Его запуск состоялся 1 сентября 2012 года. С того времени вышло больше 70 тысяч выпусков новостей. Стрессоустойчивость – главное качество, которыми должны обладать, наверное, сотрудники «Хабар-24». Журналист информационного круглосуточного канала должен быть действительно стрессоустойчив, должен быть очень мобилен, должен быть очень гибким. То есть это часто происходит, когда нам нужно срочно собраться, куда-то выехать. И я благодарна всей команде «Хабар-24», что в любой момент, когда я звоню любому корреспонденту, говорю, тебе нужно через 20 минут поехать куда-то. Иногда вопрос, единственный вопрос, который звучит, там, мне паспорт надо с собой взять, и все. И больше, то есть ребята даже не спрашивают, когда, куда, как надолго, что там будет, что я там буду делать. В общем, всегда это сначала ответ «да», а потом уже выяснение деталей. Вот так начинается наш рабочий день. Выезжаем на съемку примерно за час-два до ее начала. В Сеуле проживают 11 миллионов человек, поэтому желательно не попасть в пробку. Владислав Цой – собственный корреспондент агентства в Южной Корее, автор сотен эксклюзивных репортажей, собирается на очередную съемку. На Хабар, рассказывает Владислав, он пришел в 2013-м, выезжал на съемки, работал в эфире, пока однажды ему не предложили отправиться в Корею. Благодаря агентству Хабар я попал на свою историческую родину в качестве собственного корреспондента. То есть я представляю здесь, в стране утренней свежести, в страну великой степи. Благодаря агентству Хабар для меня открылись многие двери. Здесь, в Республике Корея, я записал много интервью с известными людьми. Одно из интервью – это с бывшим президентом, ну, тогда она была президентом, Пак Кенг Хэ. Нам удалось записать накануне ее визита в Казахстан. Вот это одно из моих запоминающихся интервью здесь. А так, здесь, кроме казахстанско-корейских отношений, мы освещаем жизнь нашей диаспоры, казахов, проживающих в Корее. Их в последнее время стало много очень. Есть люди, которые работают здесь. Агентство Хабар является единственным представителем телевидения, телекомпании из стран СНГ. Вот есть российские информационные агентства, но телевидения нет. Вот наши данные здесь вот есть в брошюре среди всех иностранных журналистов. Так что любые компании или любые министерства, правительства могут с нами всегда связаться. И нас всегда приглашают на мероприятия, связанные со странами СНГ. Мы продолжаем работать для вас. Специально из Берлина. Шалпана Иманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар-24. Свободного времени вообще не было. Казахстан участвовал в крупнейшей международной книжной выставке во Франкфурте. Приезжали наши издатели, проходили бизнес-форумы, концерты. В Берлине в 2014-м было особенно много демонстраций. Поставали то пилоты, то сотрудники железной дороги. Помню, весь общественный транспорт стоял, такси не хватало. И тогда у меня появился велосипед. Иногда на интервью я выезжала на двухколесном. Сейчас с нами на связь выходит наш собственный корреспондент в Ташкенте Жасан Брекенов. Жасан, какая сейчас обстановка, какая ситуация на месте ЧП? Спасибо, Рустан. Напомню, прорыв одной из дам Сардаринского водохранительщика в Сардаринской области произошел утром 1 мая. Вода затопила несколько населенных пунктов. Жасан Брекенов второй год в Узбекистане. Его репортажи о том, что происходит в соседней республике. Ситуация с коронавирусом, убытки туристической отрасли или прорыв дамбы. Все, что происходит на расстоянии нескольких километров от казахстанской границы, не может происходить автономно, считает Субкор. Все, что происходит здесь, отражается так или иначе в Казахстан, на Казахстан. Благо, сегодня больше позитивных событий, я имею в виду, в развитии двухсторонних отношений к прадской государству. Но бывают и такие ЧП, отголоски которого ощущаем и мы, казахстанцы. Взять, к примеру, прорыв дамбы сардаринского водохранительщика, который произошел в мае этого года, тогда затопило не только населенный пункт Узбекистана, но и несколько водов в Туркестанской области. Тогда мы несколько раз в день выходили в прямые эфиры и делились с последними новостями. Мы сейчас направляемся в АСБ, это аппаратно-студийный блок. Это, по сути, сердце наших новостей, сердце нашего телеканала. Оттуда мы вещаем новости. Там происходит все самое интересное, на самом деле. Главный редактор всегда находится на месте в АСБ. По крайней мере, он должен следить за тем, что сейчас происходит на ваших голубых экранах. Поэтому все прямые включения, все сюжеты, небольшие заметки, они все проходят, то есть все формируются именно здесь, в АСБ. Новости для нас вообще. Это самый основной и главный продукт. То есть мы им всегда, мы всегда ему уделяем самое важное, самое главное внимание. Вот сейчас, и, кстати, когда заходишь сюда, всегда нужно говорить тихо. Здесь самый главный – это режиссер. Ни главный редактор, ни выпускающий редактор, ни ассистенты не могут говорить громко. Самый главный – это здесь режиссер, который контролирует, который следит за эфиром, который дает команды. Сейчас идет 16-часовой выпуск, он 20-минутный. Наши новости уходят каждый час без перерыва. Если случаются в эфире перерывы, то они все равно заполнены нашим контентом. Это не новости, но это все равно наши программы, которые так или иначе относятся к нашим новостям. Поющий Аким спортивный, деятельный и не очень по-разному. Представители местной власти общаются с теми, во благо кого работают. Пробиваться к ним порой тот еще квест. Но творческая группа проекта Акимы не сдается. Наша цель – показать людям, которые живут в маленьких городах страны, что Аким, который у них есть в городе, будь то поселок, районный центр, Аким должен работать на них. Не они для него что-то должны ему дать, а он должен делать все, чтобы им жилось лучше. Когда приезжаешь в какой-нибудь небольшой город, провинция, прямо такая самая настоящая провинция, спрашиваешь у людей, как вам живется? Они говорят, ой, дорог нет, воды нет, света нет. Это понятно. Аким как? Аким молодец. Почему он молодец, если у вас нет света, дорог и всего остального? Ну как, это же Аким? Они не понимают, что вот если у вас нет какой-нибудь дороги, или в детском садике у вас дети мерзнут, это Аким виноват. Не детский садик. Огромная территория, 118 стран. Это аудитория Казах ТВ. В его эфире сотни уникальных проектов на казахском, русском, английском, узбекском и кыргызском. Причем каждый может выбирать, на каком языке ему смотреть. У телеканала особая миссия. Это тот канал, который формирует первое впечатление о Казахстане. Как я уже сказала, вещание на пяти языках дает нам возможность охватывать очень широкую аудиторию. Во-первых, это казахстанцы, которые, выезжая за рубеж, имеют возможность всегда быть на связи с Родиной. Кстати говоря, прошлый год мы посвятили полностью тому, что подключали Казах ТВ во всех отелях мира, во многих отелях мира. Поэтому казахстанцы приезжают и всегда в курсе новостей. Они могут в любой момент посмотреть свои отечественные фильмы, узнать новости и так далее. Безусловно, это казахская диаспора, которая очень большая, очень широкая по всему миру. Я пришла на канал три года назад. Здесь как раз планировали запустить четвертую дорожку на кыргызском языке. И мы сразу стали готовиться. Переводили проекты, редактировали, озвучивали и потом после монтажа сдавали в эфир. А запустили программы на кыргызском 1 мая 2018. Рейна Дусалиева одна из пяти сотрудников кыргызской редакции телеканала. Профессиональный журналист до переезда в Казахстан она работала в одной из редакций Бишкека. Новый проект настолько заинтересовал ее, что она с легкостью преодолела больше тысячи километров. На узбекском языке программы «Казах-ТВ» могут посмотреть больше 30 миллионов человек. «Спутник» доставляет сигнал даже в самые отдаленные районы соседней республики. Переводить на узбекский проекты канала стали с 2018-го. В тот год сотрудники редакции подготовили к эфиру больше 300 выпусков различных программ. И сразу стали получать отклики от телезрителей. Это было 28 октября 2018 года. В тот год Казахстан отмечал год Узбекистана в Казахстане. И наш выход, мне кажется, был очень кстати к этому моменту. На сегодня наши передачи транслируются по всем странам, ну, 118 стран мира. Они смотрят и на узбекском, и на казахском, и на русском, и на английском, и на крыльцком. И многочисленная узбекская диаспора в, допустим, Штатах или в Европе. А также население Узбекистана, где, ну, как известно, проживает около 35 миллионов человек. Да, и все, кто хочет послушать на узбекском языке наши программы о нашей стране, о Казахстане, о достопримечательнице, о нашей культуре, о намадской, о том, чем занимаются намады, наши исторические программы, они все могут это сделать и на узбекском языке. От Кульсайских озер до американского парка Джедая Смита, от Чарынского каньона до его аналога в Аризоне, Максим Левитин – знаменитый путешественник. Проводя много месяцев в экспедициях, он рассказывает телезрителям не только о красотах Казахстана, но и о знаменитых туристических маршрутах. Его путевые заметки нашли отражение в уникальном проекте «Наедине с природой». Передача «Отдор Кезет» рассказывает не только о красотах природы, но и о людях, связавших свою жизнь с природой. Мы часто бываем в заповедниках, заказниках, национальных парках, рыболовных и охотничьих хозяйствах, туристических базах. Мы знакомим людей с профессионалами этого дела, с их трудностями, с их успехами, с их надеждами и с их перспективами. А если человек приехал в Казахстан для того, чтобы познакомиться с природой, то наверняка ему будет интересна и история, и культура, и этнический колорит. Поэтому мы свои экспедиции обычно организовываем так, чтобы охватить как можно больше, показать как можно больше интересного. И природу, и этнику, и историю, исторические памятники, если они там есть. Ставший одним из топовых, проект не раз занимал первые места на различных конкурсах. В 2018-м Максим Левитин был удостоен премии «Тумар» в номинации «Лучший тележурналист». Спустя год его детище становится обладателем национальной премии Казахстана в области туризма. В тот же год проект снова завоевывает награду, на этот раз международную, на конкурсе, который проходил США, «Шип-шоу-2019». Есть спросы на продукцию телеканала «Ель-Арна», который относительно недавно появился в структуре телесемейства. Особое место в его сетке занимают телеспектакли, съемки которых осуществляются с помощью передвижных телевизионных станций. Зрителей в это время в зале нет. Командует на съемочной площадке только режиссер канала. Так в сотрудничестве с агентством театры увеличивают свою аудиторию. Зритель может, например, увидеть этот спектакль по нашему каналу, но этого же недостаточно. Спектакль на то и есть, это живое общение между зрителем и актерами. И они, у них просыпается желание ощутить вот эту вот живую связь, и они приходят в театр и начинают смотреть этот спектакль вживую. Потому что то, что ты увидел на экране, и то, что ты увидишь вживую, это огромная разница. И сами понимаете, то все равно, что слушать симфонический оркестр вживую, или, например, по радио, по телевизору, или даже на каком-нибудь носителе, ну, все равно разница большая. Кинопремьеры, прямые трансляции международных фестивалей, создание культовых телекартин. Еля Арна позиционирует себя как проводник в мир киноискусства. Короткометражные, анимационные, документальные и художественные киноленты. От классики казах-фильма до современных лет. Дополняют эфир телесериалы отечественного производства и собственные проекты канала. С нового сезона мы хотим запустить несколько проектов. Называется «Свет камера мотор». Я сейчас не хочу раскрывать полных, так сказать, секретов, но в целом это о том, как снимается кино, программа. Плюс еще одна программа называется «Ла и мисс». Это в жанре интервью. Приглашаются театральные деятели, актеры, драматурги, режиссеры, неважно. И начинают рассказывать там каждую свою историю. Гран-при на конкурсе «Золотой глагол» в России. Победа на фестивале молодежных программ Японии. 25 лет творческой работы принесли агентству различные награды. Работы корреспондентов номинировались на премию «Эмми». Режиссерские идеи признавались одними из лучших в Европе. За четверть века Хабар стал полноправным участником многих вещательных союзов. Телевидение не было бы телевидением, если бы оно топталось стоя на месте. Что-то подстегивает нас находить новые форматы и постоянно совершенствоваться. Одна из важнейших задач на сегодня – это трансформация агентства. Мы решили пройти серьезный апгрейд, еще больше развернуться в сторону аудитории, заявив о том, что мы открыты к сотрудничеству. Партнерству, этим совместным действиям, под слоганом «Сделаем телевидение вместе». Коллекция идей, любовь к экспериментам – вот что помогает Хабару завоевывать все больше зрительских симпатий. Проживающая в разных уголках планеты, говорящая на разных языках, аудитория «Стелесемейство» очень живо откликается на старые и новые проекты. А это, в свою очередь, мотивирует на то, чтобы стать еще лучше, еще интереснее и еще ближе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok